Возможно, от залипания в гаджетах у вас появились кольца венеры на шее. Сегодня я покажу, как диагностировать напряжение в мышцах платизма, которые влияют на эти самые кольца. Так что поставьте лайк, пожалуйста, куда-нибудь. Напишите комментарий и давайте начинать. Поднимите ваш подбородок максимально вверх и проверьте натяжение мышц платизма. Поднимаем и смотрим над ключицей. Что у вас здесь? Сильно ли гуляет кожа? Получается ли захватить ее поперек? Захватить не получается. Натяжение довольно сильное. Но вот здесь уже более-менее идет все нормально. Это говорит о том, что платизма немножечко перенапряжена, но эластичность сохранена, по крайней мере у меня. Так что нормально, поэтому у меня колец венеры еще нет. Если будет совсем натянутый трос, это уже говорит о серьезном спазме. И этот спазм можно снять. Достаточно вытягивать мышцы вот так, в разные стороны. Подбородок по диагонали влево-вправо, влево-вправо. В это время руки держат над ключицами. Вы чувствуете натяжение, работаете. Много моих советов по омоложению лица. Содержатся по ссылке в шапке профиля. Обязательно перейдите. Или напишите 8 в комментариях. Тогда я пришлю вам бесплатный урок по омоложению. Действуйте прямо сейчас. Спасибо, что ставите лайки. И выглядите прекрасно. Спасибо. Спасибо. Спасибо.